В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В Видном открылся первый в России центр экзопротезирования. Как ребенок, он учится заново, ходить и в этот момент помочь пациенту. 200 дней и ночей, которые переломили ход истории. 80 лет назад советские войска одержали победу в Сталинградской битве. Поздравляем вас! Поздравляем за ту жизнь, за ваши подвиги, за детей, за многое. Спасибо! Спасибо! 160 квадратных метров творчества у филиала досугового центра «Юность» в Горках Ленинских – новое просторное помещение. Центр очень востребован. И от того, что он очень востребован, он у нас практически каждый год расширяется. В Видном открылся первый в стране центр экзопротезирования. Теперь пациентов с ампутированными конечностями будут лечить по новым стандартам. Юлия Погостьян узнала о том, как работает центр. Пациент Дмитрий в Видновском центре экзопротезирования уже около пяти месяцев. У мужчины нет правой ноги. Благодаря высокому профессионализму врачей сегодня Дмитрий уже уверенно передвигается с помощью механического протеза с карбоновой стопой. Совсем скоро его выпишут из клиники и постепенно он вернется к обычной жизни. Большую роль в восстановлении здоровья играет грамотно выстроенная реабилитация. Как ребенок, он учится заново в ходьбе и в этот момент и помочь пациенту, и правильно задать тот темп, тот алгоритм, идеомеханика движения, это очень важно. Потому что если будет это все происходить не в той форме, неправильно, это избыточная нагрузка и на смежные суставы, на колени, на тазобеды, ну и подскочек на весь позвоночник. Поэтому очень важно задать правильную реабилитацию в условиях вся задумка на создание нашего центра. Этим и многим другим как раз и занимаются в центре экзопротезирования, который был создан на базе Видновской районной клинической больницы. Аналогов ему нет. Он рассчитан на то, чтобы в принципе всех пациентов реабилитировать, у которых есть ампутационные пульти, и верхних, и нижних конечностей. И не обязательно это будут военнослужащие. Тем более, что у военнослужащих есть свои госпитали. Но однако, после того, как они комиссуются, после того, как они увольняются из вооруженных сил, им нужно будет дальше куда-то обращаться и где-то проходить ту самую реабилитацию. И в том числе периодическое протезирование проходить. Вот наш центр, он имеет такой вот основной функционал. Теперь всю необходимую медицинскую помощь маломобильные пациенты могут получать в одном месте. От формирования максимально удобной для протезирования культи, до психологической помощи и поддержки. Если мы говорим про нижние конечности, то здесь надо будет, конечно же, и настраивать вестибулярный аппарат, потому что совсем другая ходьба. Это совсем другое напряжение мышц. Поэтому для этого у нас есть все оборудование, в частности для усиления мышечной силы и ампутированной конечности, и другой конечности сохраненной. Есть оборудование, которое позволяет с обратной связью, которое позволяет через компьютерные программы определить или настраивать правильную походку пациента. Все очень индивидуально, ведь зачастую ампутация конечности происходит быстро. Счет идет на минуты, чтобы сохранить здоровье пациенту. И не всегда культя формируется правильно. В Видновском центре экзопротезирование ситуацию исправляют и дают людям шанс на более комфортную жизнь. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Вода и электроснабжение, состояние инженерных коммуникаций, ремонт и благоустройство. Эти темы неизменно волнуют людей, вне зависимости от того, живут они в новостройках или частном секторе. Но порой решение даже простых вопросов долгое время не движется с мертвой точки. Чтобы свести к минимуму такие ситуации, с людьми встречается председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко. На столе графики, схемы, фотографии и документы. Жители деревни Пуговичина пришли на прием, что называется, во всеоружии. Впрочем, подготовился к непростому разговору и председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко. Например, чтобы ответить на вопросы по электроснабжению деревни, на встречу пригласили представителей филиала МОЭСК. За летний период, это где-то с мая по октябрь, 53 отключения Света. 53. Я не знаю, сколько должно быть отключений каждый день по 2 часа, чтобы вы наконец отремонтировали сеть. В собрании вы по мне подойдете, мы с вами запишем адрес, по которому есть проблемные места. У нас с этой днём проблемы. Таким же образом, жителям Пуговичина прокомментировали ситуацию и по другим проблемным вопросам. Водоснабжение, благоустройство, ремонт дорог. Благо, за столом собрались представители различных муниципальных служб. Очень конструктивно, ответы получили, теперь ждем действий. Ну и как скоро будут действия? Ну, надеемся, что некоторые, допустим, по обработке, очистке дорог, они начнутся прямо сегодня. Но некоторые проблемы не решаются быстро, надеюсь, что по водопроводу решится в следующем году. Действительно, сейчас люди понимают, что какие-то вопросы можно решить, не вставая из-за стола, а что-то требует времени. Полезно такое общение и для представителей администрации. Имеешь обратную связь, что происходит на территории, очень даже хорошо. И положительные такие встречи всегда дают положительный результат. Потому что, может быть, не всегда видишь все проблемы. Хотя территория ежедневно объезжается, и общаемся с жителями, но не все жители могут сразу же высказать свое мнение. Позже председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко также отметил, что основным на подобных мероприятиях является и понимание объемов стоящих задач, и скорость их решения. Глава поддерживает такие встречи. Они у нас часто происходят на постоянной основе, когда депутаты и представители администрации решают одни и те же вопросы. Потому что, в общем-то, пол вопросов, в том числе, которые мы сегодня решали, это как раз требует молниеносной, быстрой реакции. Поэтому мы сегодня взяли в работу часть, а что-то уже сделали. Естественно, такой подход позволяет проводить встречи максимально конструктивно и настраивать людей на добрую волну. Но в этот раз был еще один повод для позитива. На хорошей ноте предлагаю сегодня закончить наше собрание. Большое спасибо за встречу. И с днем рождения, нашу уважаемую старость. Ура, с днем рождения. С днем рождения. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Человек, о котором мы расскажем в рубрике «Герой нашего времени» – коренной видновчанин Сергей Морозов. В сентябре он был призван на службу, прошел подготовку и стал участником специальной военной операции на Украине. Неделю назад он приехал домой в отпуск и уже сегодня возвращается обратно. С Сергеем успел встретиться наш корреспондент Максим Козлов. Добрый день, Сергей. Для вас он действительно по-настоящему добрый, потому что вы оказались дома. Почти год идет специальная военная операция на Украине. Вы были призваны в ряды, напомните, когда? 27 сентября. Расскажите, как проходил этот процесс? – 21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации среди населения. Ну, по факту, 26-го я пришел в военкомат узнать, есть для меня повестка или нет. – То есть вы не стали дожидаться, как многие? – Я не стал ждать ее, я знал, что она есть, просто оттягивать этот момент тоже не стал. Я сам пришел в военкомат узнать, есть, есть, нет, нет. То есть повестку мне вручили, и 27 сентября я уже с вещами убыл в часть. – Скажите, вот дальше как происходил процесс? Потому что я помню, к началу как раз мобилизации, частичной мобилизации, появилось огромное количество фейков, и не одевают там народ, и живут неизвестно где, и какие-то ржавые автоматы. Расскажите, на самом деле, как происходил процесс после того, как вы, скажем так, прибыли в часть? – Я понял. Ну, 27-го числа нас собрали в военкомате, посадили в автобусы, отвезли в Нарфаминск, в Кантемировскую дивизию. Тут же у нас проверили документы, распределили по подразделениям, выдали обмундирование, разместили в казармах. Ну, где-то через 3-4 дня закрепили за каждым стрелковое оружие. То есть, надежное, наши родные автоматы Калашникова. – А сколько проходил процесс какой-то подготовки, если он был? – Ну, процесс подготовки у нас непосредственно в части проходил на протяжении трех недель. Через три недели нас, опять же, построили на плацу, с оркестром проводили. – Получается, семью вы не видели 4 месяца. Скажите, ну, вот если не секрет, у кого больше всего эмоций возникло, когда они увидели вас, и, собственно, что это были за эмоции? – Ну, больше всего эмоций, конечно, было у детей, потому что дети до последнего момента не знали, что я еду в отпуск. И с учетом того, что этот отпуск у нас откладывался дважды, мы детям до последнего не сообщали. То есть, жена знала, что я еду, жена меня встретила в городе Лиске, Воронежской области, до куда мы добрались уже попутками на военных машинах, там пересели уже с моим сослуживцем, мальчик с Москвы. Вот его тоже отпустили в отпуск, мы его отвезли до дома, высадили возле подъезда и вернулись домой. Дети узнали то, что я приехал, только когда я зашел уже домой. – Ну, представляю, да, что здесь творилось, наверное. О боевых действиях мы говорить не будем, но у меня такой вопрос. А как оцениваете боевой дух и есть ли вот уже такое понятие «боевое братство» там? – Да, боевое братство, конечно же, есть, но даже скажу на основе нашего подразделения. Друг за другом держимся, друг друга во всем поддерживаем, ну, по-другому никак. – Ну, а боевой дух? – Боевой дух высокий, до победы. – Ясно. Ну, а ощущается ли поддержка из тыла, поддержка друзей, может быть, родных, может быть, даже далеких людей, которые вдруг стали близки благодаря этой поддержке? – Да, конечно, поддержка ощущается. Кстати, хотел поблагодарить главу Ленинского городского округа Спасского Алексея Петровича за оказание посильной материальной помощи на покупку технических средств. Наше подразделение столкнулось с такой проблемой, что, выходя на боевые задачи, у нас элементарно не было тепловизоров. То есть, я через супругу обратился к Алексею Петровичу. Алексей Петрович выделил нам деньги на покупку этого тепловизора. Очень нам помог в первые этапы проведения боевых действий нашим подразделениям. За что ему огромное-огромное спасибо от всего нашего подразделения. – Ну, это замечательно. Вы вот в ближайшие же дни, как вы мне сказали, возвращаетесь к месту несения службы. Ну, а что бы вы хотели пожелать, во-первых, тем ребятам, которые сейчас там, когда вы дома, я имею в виду, хотя и присоединитесь к нему в скором времени, и тем, кто помогает здесь в тылу? – Ну, людям, которые помогают нам здесь в тылу, также огромное спасибо. Гуманитарная помощь приходит, приходит гуманитарной помощи очень много. От конфет до теплых носков. То есть, это то, что именно нужно. Нужно именно сейчас, здесь. Это огромное спасибо, огромное-огромное спасибо за эту помощь. Своим сослуживцам держаться, дождаться нас. Мы скоро приедем с новыми силами и снова в бой. – Ясно. Ну, а мы, в свою очередь, и от лица телеканала «Видное ТВ», и от наших зрителей, хотим вам пожелать одному – побыстрее вернуться домой. – Спасибо. – Здрасте, здрасте. Я буквально на секундочку. Сереж, мы вам, так сказать, небольшие гостиницы. – Благодарю. – Понимаете, посмотришь, там бойцам от нас. – Ребята мы привезу. – Да, от огруга, там самое необходимое, сладкое. – Да. – И покурить, как говорится. – То, что самое необходимое, все остальное нас родина снабжает. – Удачи. – Береги себя, как говорится, береги бойцов, которых рядом. – Да, бойцов. – Мы вместе всегда, как бы, любые ваши задачи посильнее будем стараться решать здесь. – Ну, и поддержку оказывать всестороннюю. – Договорились, все. – Я тогда отчаялюсь. 200 дней и ночей, которые переломили ход истории. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, советскими войсками была одержана победа в Сталинградской битве. Накануне памятной даты глава Ленинского округа Алексей Спаский посетил ветерана Раису Харланову, единственную участницу тех событий, проживающую сейчас в муниципалитете. – Поздравляем вас. Поздравляем за ту жизнь, за ваши подвиги, за детей, за внуков. – Спасибо. Спасибо. – Раиса Степановна родилась в 1925 году в Сталинградской области. Как и многие молодые люди, ее поколение, девушка отправилась на войну, несмотря на то, что ей тогда еще не исполнилось 18 лет. – Приписав себе немного месяцев, пошла на фронт и сразу попала в начало как раз в Сталинградскую битву, где приняла участие. Но в основном у ней весь ее жизненный путь – это медсестрой в любых госпиталях. За плечами этой героической женщины Прага и Берлин Раиса Харланова награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за оборону Сталинграда и победу над Германией. Своих победных рубежей она достигла и в мирной жизни. Раиса Степановна воспитала троих детей – всезаслуженные и уважаемые люди в Ленинском округе. Участница Великой Отечественной войны трижды бабушка, и у нее подрастают пятеро правнуков. И дети есть, и внуки, и правнуки есть. Всех увидал я. Несмотря на свой почтенный возраст, Раиса Степановна охотно делится воспоминаниями и всегда рада гостям. Для нас сегодня здесь быть, в том числе с почетными гражданами Ленинского округа – это честь. Она бодра и обещала пригласить через несколько лет на свой столетний юбилей. Низкий поклон Раисе Степановне и всем ветеранам за мирное небо над головой. 3 февраля в Ленинском округе стартует благотворительная акция «Мы вместе можем помочь». И сегодня у нас в гостях ее организаторы. Анатолий Даньшин, генеральный директор благотворительного фонда «Ратибор» и заместитель генерального директора благотворительного фонда «Ратибор» Александр Котов. Анатолий Михайлович, Александр Петрович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об этой акции. Ну, прежде чем рассказать про акцию, наверное, коротко расскажу про фонды. Фонд наш существует около 20 лет. Мы оказывали значительную гуманитарную помощь для начала жителям городского поселения Горки-Ленинский, Ленинскому району. И с начала специальной военной операции к нам поступало очень много обращений от неравнодушных граждан с просьбой, как, куда, что передавать денежные средства, материальные средства, перечисления пожертвований и так далее. И мы разработали соответствующую программу «Мы вместе помочь», которая направлена на реализацию этих предложений. И с этого момента мы начали совершать гуманитарные конвои на территории Луганской Народной Республики. В настоящий момент, сегодня у нас часть этого груза уже, который мы собираем по акции в Ленинском районе, часть груза уже ушла. Одна машина поехала, она будет, завтра она уже будет на территории Луганской Народной Республики в городе Первомайский. Она туда повезла отправленный груз, который мы здесь собрали, а непосредственно туда будут доставлены более 9 тысяч книг, в которых остро нуждаюсь, так как книги украинскими националистами на русском языке были практически все уничтожены. И антисептик туда еще отправляем, более полутора тонн. И теплые вещи жителям Луганской Народной Республики. Александр Петрович, расскажите подробнее, кому именно будет оказываться помощь. Я знаю, вы о каком-то определенном городе можете рассказать. Да, значит, у нас по двум направлениям идет помощь гуманитарная. Это военным, бойцам Народной милиции ДНР. Это военная помощь, которая им помогает в боях. И жителям пострадавшим. Генераторы, печки, буржуйки, утеплители. Они строили из наших материалов обогревочные пункты для людей, потому что у них нет ни воды, ни света, ни тепла. И они, в первую очередь, попросили именно для обустройства этих обогревочных пунктов, материалы, мы им отвезли. Кроме того, мы с ними договорились, что мы будем ставить в ближайшее время обелиск памяти погибшим там. Там есть хорошее место, большая площадь, будет гранитный обелиск с именами погибших людей. Как может помочь житель Ленинского округа? Что ему нужно для этого сделать? Куда прийти? Значит, в настоящее время мы проводим акцию «Напиши письмо нашему защитнику», нашим защитникам, вернее, и окажем их по мере возможности материальную или денежную помощь. У нас совместно с Молодой гвардией «Единая Россия» организованы три точки, где эта акция будет проходить, непосредственно в городе Видном, и более семи точек организовано по городу Москве. Почему мы выбрали город Видный? Ну, прежде всего, те акции, которые мы проводили раньше, организовывали сбор пожертвований, жители города Видного, очень неравнодушные люди, они оказывали большую помощь. И в виде пилотного проекта мы решили для начала в городе Видном все это провести. Дальше эта акция будет распространяться по мере возможности на остальные города Подмосковья. Давайте назовем адреса, куда жители могут проходить. В Непосредственном Видном она будет проводиться ежедневно с 3 по 15 число в торговых центрах «Курс», торговый центр «Ларец» и торговый центр «Горки», это в Горках Ленинские. С 16 до 20 часов. Если говорить о простых жителей Луганской народной республики, что им требуется, что нужно, что вы советуете переносить? На каждой точке у нас висят непосредственные плакаты, на которых написано, что можно приносить. И непосредственно на входе волонтеры будут раздавать листовки нашего фонда и молодой гвардии на России, на которых есть все записано, непосредственно, какие пожертвования можно совершить и куда это все приносить. Если кто-то хочет в процессе акции непосредственно принести дополнительно, указан наш сайт, указаны наши контактные телефоны, мы всегда готовы подъехать, и любую помощь человеку тяжело принести, мы готовы забрать. Александр Петрович, давайте все-таки назовем, что самое необходимое, вот 10 таких самых вещей. В первую очередь, это теплые вещи, предметы гигиены, продовольствие, продовольствие разнообразное, например, быстрого питания, приготовления, пакеты доширак, там еще какие-то. То, что не портится долго, да? Да, для военных это, ну, горелки, допустим, газовые баллончики. Почти две недели будет идти акция, какая дальнейшая судьба этого гуманитарного груза? То есть вы сами, я так понимаю, повезете, да? Дальнейшая судьба, у нас планируется отправка двух или трех полностью загруженных КАМАЗов с этими грузами. Ориентировочный срок отправки это 15-16 февраля. То есть мы хотим эти подарки людям и гуманитарную помощь привезти к празднику 23 февраля, День защитника. Каждый может оказать помощь. Посильную, посильную помощь, да, и мы уже будем выражать нашу благодарность всем этим людям, которые окажут посильную помощь в достижении полной победы. Спасибо. Ждем видновчан. А я напомню, что у нас в гостях были генеральный директор благотворительного фонда Ратибор Анатолий Даньшин и его заместитель Александр Котов. Филиал досугового центра «Юность» в Горках Ленинских обрел новое просторное помещение. Здесь смогут танцевать, играть, рисовать и петь более 50 мальчишек и девчонок. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Филиал досугового центра «Юность» в Горках Ленинских переехал в светлое просторное помещение на южном проезде дом 11, корпус 1. На площади 160 квадратных метров с комфортом смогут разместиться как уже полюбившиеся местные детворья студии, так и новые кружки. Это было очень небольшое помещение, там было всего три комнаты, где дети могли заниматься, и они были значительно меньше, чем те, которые сейчас здесь. В ближайшее время у нас переедет сюда шахматный клуб, переедет сюда художественная студия, фитнес для взрослых. На новосерие в обновленную «Юность» съехалось немало гостей, для которых угощали домашним пирогом и сладостями. Центр очень востребован, и от того, что он очень востребован, он у нас практически каждый год расширяется. И сегодня мы с радостью, мы очень ждали, и нам здесь очень всем нравится, мы с радостью открываем еще один филиал досугового центра «Юность». Ура, ребята! Мам, детки, хочу пожелать творчества, успехов, больших побед в ваших начинаниях руководителям профессионализма, терпения. Уже в день открытия ребята смогли посетить занятия в кружке правополушарного рисования «Кисточка» и студии раннего развития «Умничка». Ну а юные спортсмены продемонстрировали к гостям отличную физическую подготовку. В филиале функционируют две группы по боевому самбо – младшая с 7 до 14 лет и взрослая с 15. Это сближает, это работа в коллективе, то, что они дружат между собой, закаляются и физически, и душевно, чтобы не сдаваться, и характер в первую очередь. В целом, все хорошо, и самое главное – это мотивация к соревнованиям. Ребята занимаются в юности уже не первый год и успели оценить достоинства нового спортивного зала. Лучше тут? Да, маты хорошие. Там маты надо было самому собирать, но тут маты эти твердые очень, но зал тоже большой очень. Мне здесь очень нравится, мы отжимаемся, делаем передние подошки, но больше мне всего нравится, то, что здесь мы иногда гимнастикой занимаемся. Мы садимся на шпагат. Есть здесь и кабинет нейропсихологов, которым самым маленьким жителям помогут развить память, внимание, усидчивость, пространственное мышление, координацию. Детки, которых не очень хорошо развита речь, очень часто они обращаются. Потом детки, которые не всегда хорошо учатся в школе, немного претензий у учителей бывает, они не успевают по русскому, по математике частенько, невнимательные, детки не усидчивые, не могут усидеть на одном месте. Вот такие детки часто обращаются к нам. В новом помещении смогут одновременно заниматься более 50 мальчишек и девчонок, а значит, каждый юный житель Горок Ленинских найдет себе творческое или спортивное занятие по душе. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И снова в Видном ярмарке. В этот раз представлен большой ассортимент одежды, женские и мужские куртки, свитера, брюки, обувь. Конечно, при лавках традиционно и свежие продукты. Чем еще торгуют, узнала наш корреспондент Юлия Погасьян. Видновчане ярмарку ждут. Это факт. Они привыкли, что здесь можно приобрести качественные товары по доступным ценам. Да и ехать никуда не надо. Торговые ряды удобно располагаются в центре города, на площади у кинотеатра «Искра». Одни плюсы. Очень довольна. Есть что купить. Молодцы, что нам помогаете продукты дешевые выбрать. В магазине дорого. Продавцы очень хорошие. Всегда подсказывают. Цены умеренные. Ассортимент богатый. В этот раз на прилавках много одежды. Куртки и пальто, обувь, детские товары. Особо выбор порадует милых дам. Есть чем обновить гардероб к весне, чтобы быть самой красивой и яркой. Кардиганы, джемперы, блузки, юбки и платья. Все из качественных материалов. Большой размерный ряд. Российские производители. Тула, Иваново, Казань, Пенза. Очень хорошего качества. Так что приходите к нам. Брючки недорогие от 800 рублей. Несмотря на то, что зима потихоньку отходит, и жители в ожидании весны популярностью все еще пользуются валенки. Здесь на ярмарке их представлен широкий ассортимент, а также чуни, которые носят дома. Они актуальны круглый год. Очень практичное и очень полезное для здоровья. Когда-то в далеком детстве они у меня были. А сейчас просто заинтересовал этот вопрос. И обязательно приобрету. В одной из палаток можно найти необходимые товары для дома. Кухонные полотенца и фартуки, банные принадлежности и для сна. Хозяин лавки Игорь имеет своих постоянных покупателей. Они возвращаются сюда за качеством. Мы привозим товар, полотенца японские, покрывало турецкие у нас есть, хорошие подушки, одеяло и комплект постельного белья. Продуктов питания в этот раз меньше обычного, но ассортимент достойный. Много мясных товаров. Внимание заслуживают продавцы из Беларуси. Приехали мы из Беларуси со всей любовью к вам. С Бреста. Свойская продукция, свойское сало домашнее. Асмалочка тает во рту. Есть молочечко свойское, есть домашнее масло брестское. Вот попробуйте вот такую вот вам грудиночку свойского копчения. Смотрите, какая вкуснятина. Пробуйте. Ну как вам грудиночка, вкусненькая? Да, очень вкусно. А также сухофруктов, маринованных грибов и солений. Они, кстати, местные, из луховиц. Без уксуса, на соки лимона. Вся продукция наша проходит лабораторное исследование. Обалденные моченые яблочки. Наши великолепные луховицкие огурцы. Очень вкусный сельдерей с морковью. Ну это просто, это кладезь витаминов. Кабачки маринованные. Наша капусточка, естественно, солим ее с яблочным соком. В дубовых бочках у нас еще вот такая традиция солить в дубовых бочках. Ярмарка в Видном будет работать до воскресенья включительно. Поторопитесь приобрести качественные и вкусные товары. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Виднет. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»